По широкому фривэю едет мотоциклист на этом красивом цветном таком ярком мотоцикле в шлеме, но без особой защиты. Несколько минут назад, ну за ним естественно погоня, сами понимаете, почему мы это все показываем. Полиция его преследовала и он буквально врезался в несколько машин, когда он уезжал от погони в самом начале этого преследования. И поскольку он там проскользнул буквально мимо них в несколько, ну даже не то, что в несколько сантиметров, а конкретно коснулся там частями руля, в общем он отшиб себе руки. Вот видимо левую руку он сейчас пытается как-то охладить набегающими потоками воздуха. Это видно с вертолета, вот крупного сейчас приближаем. Он, короче говоря, себе видимо сломал несколько костей на левой руке. Вот у него золотые часы, какой-то гэнгстер, да. Уезжает полиция отшиб себе кости. И скорее всего не только на левой руке, но и на правой. Я представляю, что сейчас испытывает этот человек. Ну помимо того, что за ним гонится полиция, он едет на скорости 60-80 миль в час по этому шоссе, по фривею. Значит у него сейчас, если переломаны кости, то мгновенно у него шок у человека от того, что разломаны эти кости, болит все. И не только рука, но и все тело. И это все отражается сразу же на мозге, понимаете. Возможность, другая рука тоже у него болит. Но чем-то надо же держаться. Поэтому он и держит правой рукой от рули того чертова мотоцикла. На черта это было ему нужно уезжать. Вот сбросил перчатки, пытается как бы охладить руку, потому что очень больно. И, конечно, приток крови, все это болит. Видите, вроде бы рука у него сгибается. Да, да, но это значит, что предплечье целое, а сами кости на ладони, вот кисти у него расшиблены. Он еле едет налево-направо, не держится ровно. Ну, сами понимаете, одной рукой. Вот такое ощущение, что он просто сидит на каком-то стуле, а на него едет дорога со скоростью 80 миль в час. В общем, и у него сейчас поднимается температура, ему высокое давление из-за того шока. Он может потерять вообще сознание, вы понимаете ли это или нет, что он может сейчас упасть со своим мотоциклом и разбиться, просто влететь куда-нибудь под другую машину, в отбойник еще куда-нибудь. Ну вот копы, я вот так, вроде преследуют сзади, какой-то ездит далеко. А, да, и вот он оборачивается и видит, действительно замечает погоню, уже приблизились копы. И этот мужчина в шлеме говорит, ну давай, давай, камон, давай, давай, говорит, давай, давай, догоняй, попробуй меня догнать. Я хоть и... Ну давай, давайте копы, возьмите меня, возьмите, если сможете. Вот преследуют полицейские машины черно-белые. Но понимаете, в чем дело, в чем особенность погони копов за мотоциклисты? Они не могут применить пит-маневр, бортануть его, да, как это можно было сделать с машиной, часто так делают. Они также не могут исполнить ловушку шипами, потому что, ну это мгновенно выведет мотоцикл разновесия, и он упадет и разобьется человек. Они будут отвечать за это перед окруженным прокурором и судьей. Если он погибнет, то это вплоть до пожизненного срока, превышение полномочий. Так что никто этого делать не будет, все ждут. Может быть он сам остановится, если он со сломанной рукой, то едет. А он терпит эту чертову боль, эту невыносимую адскую муку. У него рука вот уже дергается, трясется, там раздробленные кости, у него лихорадка начинается. Вы понимаете это? В общем, это очень, очень отважный человек. Мы видим, что он смотрит на свою руку и понимает, что, возможно, эта рука, если он играл раньше на пианино, на скрипке, уже вряд ли в скором времени сможет. Другую руку он пытается охлаждать. Но как он может вести мотоцикл свой, проще, вообще без рук? Не может, чем-то приходится держать. Поэтому, если он раньше занимался каким-то, пытается рука, у него уже тяжело дышать, уже у него давление. Все, ему хреново. Чувак, ну останавливайся, останавливайся. Копы за тобой, они тебя не будут убивать, понимаешь? Они тебя... Просто остановишься, арестуют и будешь потом лечиться спокойно в тюремной больнице. Чуть ли не врезается в другой мотоцикл, смотрите. Он так увлекся своим собственным самочувствием, что не врезался в другой мотоцикл. Это не по-братски, не по-мотоциклистски как-то, да? Чувак, прекращай, да хватит, ну достаточно. Видите, у него еще были эти золотые часы в самом начале, мы заметили. Он их уже потерял, и он сейчас едет, едет. И так вот такие движения, как будто он плачет, орет сам на себя, мол, и съезжает с дороги на какую-то там ремонт дороги. Он свернул не туда, он свернул и на песок, все. А это уже просто грунт мягкий, его мотоцикл-ракета, ну не рассчитан на езду, это же не кросс, это же не эндуро, все. У него обычный дорожный мотоцикл, все. Съезжает на песок, постепенно сейчас он завязнет, потеряет скорость его, байк. Этот парень был из тех, что просто любит жизнь, но он, ну все, он уехал в песок. И придется ему сейчас, видимо, остановиться, ну буквально, он какой-то трактор там, да, какой-то. Вот он остановился и бросил мотоцикл, упал с него и смотрит на свои расшибленные руки. Ему себя жалко, и жалко свою жизнь загубленную. Конечно, все, теперь судимость будет из-за того, что уехал от полиции, и травма, ущерб здоровью. А вот подходит, смотрите, два копа, которые за ним ехали на мотоциклах, похожи на каких-то марсиан, да, это марсианя. Землянина какого-то арестовывают, это все очень похоже. Да, пинают ногами, пинок ногой с сапогом в задницу, лежать, руки свои давай. Ну, конечно, а что он может сделать своими расшибленными руками? Они ему сейчас завяжут их, наручники наденут на его пораненные руки ноги, он уже не двигается, он вообще как безжизненное тело. Ну, вот так, марсиане завязали землянина узлом на этой земле, все, и теперь он будет сидеть.